Владимир Владимирович, хотели отвечать за результаты прошлого года? Да, если возможно, то рассказал бы вам, и можно я приеду презентацию, и я по ней коротко тогда пройду. Коротко обозначу, Владимир Владимирович, предварительные итоги работы отрасли в 2020 году и планы на наш текущий уже год. В прошлом году, несмотря на объективные сложности, а пока стабильно достаточно сработало, сегодня также продолжаем реализовывать ранее поставленные задачи. Еженедельно отмечу, что общаемся с регионами в формате штабов. Доложу по ситуации в отрасли. Что касается растеневодства, по данным Росстата, в чистом весе аграрии собрали в 2020 году 133,5 миллиона тонн зерна. Этот урожай 2020 года на 12% больше, чем в среднем за 5 лет. То есть, в принципе, у нас это второй в истории урожай, и достаточно неплохо аграрии сработали. Конечно, погода помогла, но и в целом работа, я считаю, что агрария достаточно достойно была выстроена. Что касается планов на текущий сезон, продолжается у нас мониторинг состояния озимых. Ими у нас засеяно 19,4 миллиона гектар. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 80%. Это хуже, чем в прошлом году. У нас было крайне мало влаги осенью. Но, тем не менее, ситуация выправляется. Надеюсь, что мы выполним, если погода позволит, те индикаторы, которые заложены у нас, соответственно, в госпрограмме были. Значит, посевная идет у нас уже в Северокавказском, Центральном и Южном федеральном округах. У нас посевная площадь в этом году вырастет на 600 тысяч гектаров. Под Яровые будет отведено порядка 51,5 миллиона гектаров. Поэтому, как я уже сказал, индикатор госпрограммы рассчитываем на то, что выполним. Обозначим небольшую проблему. В прошлом году, с учетом пандемии, мы справились в части рабочих рук собственными силами. Мы практически не привлекали иностранную рабочую силу. Привлекли студентов, привлекли тех людей, которые на тот момент были безработные, но и смогли провести. В этом году у нас все-таки потребность будет в иностранных рабочих. Она составляет для отрасли растеневозства порядка 35 тысяч человек. Сейчас активно этим занимаемся, чтобы у нас и посевная прошла как следует, да и потом мы с уборочной справились. Но, учитывая все нюансы, будем, конечно, в первую очередь ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию, чтобы сохранить людей. Почему в прошлом году не намного, но все-таки были сокращены посевные площади по сахарным свеклам? Павел Иванович, у нас очень много было собрано сахарных свекл в 2019 году. И сознательно сократили? И сознательно сократили, потому что упала рентабельность по производству сахарных свекл. И тот объем, который был, он позволил провести такое количество свеклы, что она очень сильно упала в 2019 году в цене. И поэтому сознательно сократили, но в этом году будем наращивать объемы по сахарной свекле, для того, чтобы собственное производство у нас было на уровне, и мы могли обеспечить собственное население. По второму слайду несколько скажу слов, начну с техники. Наличие укралиев на сегодняшний день имеется 938 тысяч единиц техники. Павел Иванович, у нас 2020 год знаковый, мы приобрели порядка 59 тысяч единиц. И нам в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк. Соответственно, в прошлом году мы смогли это сделать. Прогноз по приобретению на 2021 год порядка 62,8 тысяч единиц техники. И здесь я отмечу, конечно, что этому способствует большой набор мер поддержки и, конечно, льготный лизинг. Мы в прошлом году докапитализировали Росагролизинг, и это помогло им поставить 9,7 тысяч единиц техники нашим аграриям. Это, конечно, большое задело. Несколько слов скажу про летнее и зимнее дизельное топливо. Был, по сравнению с прошлым годом, незначительный подъем цен, но, тем не менее, там мы работаем с ФАС и с Минэнерго, контролируем ситуацию. В основном на бензин. В основном на бензин дизельное топливо практически ровно прошло. Несколько хуже у нас ситуация обстоит по минеральным удобрениям. Там по прошлому году фиксировался рост цены от 10 до 41% по разным составляющим. Значит, в этом текущем году тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений, и мы, соответственно, с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами, с союзами проводим сейчас совещание для того, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриях. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали, но, думаю, что справимся. И отмечу, что дефицит удобрений не прогнозируется, и мы видим, что у нас ежегодно все больше и больше удобрений вносится. Мы в 2021 году, надеюсь, что достигнем показателя 55 килограмм на 1 гектар пашни. Это выше, чем в прошлом году. Вот на слайде это тоже видно. И вообще, в принципе, правильный объем удобрений, научно обоснованно, это 80 килограмм на 1 гектар пашни. Надеюсь, что мы к 25-му году сможем такой объем уже вносить. И, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизации. Ну и, конечно же, нарастить товарную массу продукции. Это для нас, конечно, первостепенное значение имеет. Можно следующий слайд. Тут говорится о том, что увеличение товарной массы продукции в целом стратегическая цель всего АПК. И одним из основных важнейших инструментов является, конечно же, здесь ввод неиспользуемых сельхозземель. Эта работа, безусловно, проводится и сейчас. Но вот вместе с тем вы поставили на Госсовете задачу системного подхода в этой сфере. Но вот доработанный, соответственно, проект госпрограммы по введению земли в сельхозоборот мы внесли в правительство. Сейчас ведём диалог с Минфином в части финансирования, но договоримся там, в принципе, достаточно конструктивно всё. И это нам позволит ввести дополнительный на 13,2 миллиона гектаров сельхозземель. Кроме того, рассчитываем сократить износ миллиардивных систем с 78 до 30%. Конечно, это позитивно, и госпрограмма должна начать действовать у нас с 2022 года. Следующая тема – это животноводство. Объективно, пандемия достаточно серьёзно отразилась на функционированной данной отрасли. Но вместе с тем производство скота и птиц в 2020 году составило 15,6 миллиона тонн. Молока мы привесили отметку в 32 миллиона тонн. Вот тут на слайде видно, какие места мы занимаем в мире по производству продукции животноводства. Ну, в принципе, двигаемся вперёд. Я здесь отмечу, что задачей животноводства на 2021 год будет наращивание производства мяса крупного рогатого скота и молока. Мы активно над этим работаем. Здесь не могу не упомянуть о эпизотической ситуации. Прошлый год был крайне напряжённым в этом плане, и ущерб от особо опасных болезней животных превысил у нас в России 3 миллиарда рублей. Должен сказать, что во всём мире бушевала эпидемия вспышек птичьего гриппа, и, допустим, только во Франции ущерб от птичьего гриппа превысил 2,3 миллиарда евро. Но вот мы предприняли соответствующие меры по стабилизации ситуации у нас в стране. Это позволило не допустить наиболее негативного сценария. В том числе мы поддержали агрария, в которой понесли убытки от АЧС и гриппа птиц, и предусмотрели возможность им пролонгировать льготные кредиты. Значит, тем не менее, ситуация с гриппом птиц ставит на повестку очень важный вопрос. Нам необходима локализация производства соответствующих мощностей на территории России. Значит, в части генетики я скажу чуть позже. Это очень важная составляющая, но это достаточно долгосрочная перспектива. Вот в качестве более оперативных решений Минсельхоз сформулировал предложение по комплексу мер поддержки, которые позволили бы к 2025 году локализовать у нас до 90% именно родительских ферм. Это позволит нам производить самим инкубационные яйца, из которых потом мы будем производить курятину. То, что мы сейчас в основном закупаем за границей. Соответственно, птичий грипп действительно бушевал, и это сказалось на производстве мяса птицы и в январе, и в феврале еще. Следующий слайд касается пищевой и перерабатывающей промышленности. По ряду ключевых видов продукции в 2020 году фиксировался у нас рост. Это мясные полуфабрикаты, сливочные, подсолнечные масла, а также сыры. В текущем году по большинству продуктов объем производства сохранится на уровне 2020 года. Вместе с тем мы хотели бы обозначить определенные риски, которые есть. Во-первых, это значительные инвестиции предприятий по производству молочной продукции на приобретение оборудования для маркировки. Эти затраты могут потом сказаться на себестоимости готовой продукции. Со своей стороны мы, конечно, предложили ряд мер поддержки переработчиков. Продолжаем заниматься этим вопросом. И в настоящее время с коллегами из Минфина прорабатываем объемы и суммы, как мы поддержим именно переработчиков молока. Но вопрос по маркировке решен. Мы уже интегрировали и Меркурий наш с системой маркировки Минпромторга. Уже с 1 июня начинается у нас маркировка молочной продукции. Соответственно, второй риск, который мы видим, это обеспеченность сырьем перерабатывающих предприятий. В первую очередь это касается, и вы правильно заметили, это сахарной свеклы и подсолнечника. Как я сказал, в текущем году мы планируем увеличить и по подсолнечнику, и по сахарной свекле пассивной площади, и надеемся, что погода позволит собрать достойный урожай. Отдельно хочу отметить, что в целом в прошлом году наблюдалась тенденция по увеличению стоимости в мире по всей продукции продуктовой. И это влияет, конечно, на доступность продуктов питания. Но вот в целом для нивелирования этой непростой ситуации мы предприняли дополнительные меры поддержки и меры таможенно-тарифного регулирования. Но о них я скажу чуть позже. Что важно отметить, что кроме традиционных продуктов питания, российские предприятия наращивают производство продуктов достаточно глубокой переработки. Это тоже достаточно позитивная тема, потому что раньше мы в основном делали такую достаточно простую продукцию, а сейчас с использованием мерок у споддержки, которые есть, налажен выпуск различных модифицированных крахмалов, концентратов растительных белков, аминокислотных. Данная продукция используется не только в агропромышленном комплексе, она также используется в фармацевтической, в химической, силозно-пумажной промышленности. Ну и также в этом блоке я несколько слов хотел сказать о виноградарстве и виноделии. По итогам прошлого года был по вашему поручению принят закон, и это достаточно позитивно отразилось на этой отрасли. Практически полностью прекращен импорт виноматериалов к нам в страну. Он значительно снизился в десятки раз, и это, конечно, позволяет виноделью на стране развиваться. То есть у нас теперь вино производится из винограда, выращенного на нашу территорию, а из виноматериалов. То, что производится, это винный напиток, и это, конечно, помогает на полке присутствовать нашим винам. Но вот можно констатировать, что сейчас в крупнейших сетевых магазинах до 60% представленной продукции составляют российские вины. Я не говорю о магазинах премиум-класса, но вот в обычных магазинах до 60%, даже больше, когда присутствуют наши российские вины. Следующий слайд – это в целом индекс производства агропромышленного комплекса составил 2,5%. Это на самом деле сложилось из индекса производства сельхозпродукции, индекса производства пищевой продукции, ну и индекс производства напитков. По предварительным данным, я тоже скажу несколько слов о рентабельности сельхозорганизации, с учётом субсидий, она ожидается на уровне 18%, без учёта субсидий – на уровне 14%. Это выше показателя прошлого года. Тут, наверное, имеет смысл ещё... Удельный вес убыточных организаций у нас ежегодно сокращается, и, в принципе, за счёт модернизации производства и повышения его прозрачности по итогам прошлого года он ожидается уже на уровне 11,5%. В 2021 году будем пытаться сохранить эти темпы. Темпы вообще достаточно активно работаем и будем стараться сохранить эти темпы. И здесь отдельно отмечу, что заработная плата в нашей отрасли, она подрастает. Ну вот если в 2018 году средняя зарплата в сельском хозяйстве составляла 25,5 тысячи рублей, то по итогам 2020 года уже почти 31 тысячу рублей. Ну это, конечно, далеко не предел, но, тем не менее, мы видим положительную динамику. Там от региона к региону разная ситуация, но... Владимир Владимирович, коротко, буквально два слова о законопроектной деятельности. В 2020 году принято 15 федеральных законов, ну вот среди них знаково – это закон о зерне и закон, регулирующий обращение пестицидов и агрохимикатов. Я знаю, что и к вам поступали просьбы, чтобы это было наконец-то отрегулировано. Вот я надеюсь, что с принятием этого закона ситуация улучшится. В 2021 году мы эту работу продолжим. О пчеловодстве, да? О пчеловодстве, да, закон. Регулирование земельных космозначений. Да, да. В 2021 году очень рассчитываю на то, что сможем принять закон о семеноводстве. Очень сложный закон – это, что называется, наш долгострой. Мы его пытаемся принять аж с 1997 года. Мы вот сейчас уже внесли в Государственную Думу... Это маркировка? Маркировка – это Меркурий. Здесь это наша система прослеживаемости, которая уже состыкована с маркировками Промторга. И вот там у вас обозначены перспективные системы прослеживаемости. Тоже это очень важно. Но это достаточно длительная перспектива, будем над этим работать. Владимир Владимирович, следующий слайд – это наша продовольственная безопасность. Но вот по ряду позиций мы уже достигли тех цифр, которые заложены были в докрине. Тем не менее, впереди у нас серьёзная работа. Значит, у нас по молоку пока и по молочным продуктам не достигнут соответствующий уровень. Наша планка 90% на сегодняшний день есть 84,4%. Но мы активно стимулируем бизнес, много мер государственной поддержки. И мы видим, что ежегодно у нас производство молока растёт. Сама обеспеченность картофелем у нас в 2020 году оказалась невыполнена. Она оценена была на уровне 86% при цели 95%. Но, к сожалению, прошлый год был не самым урожайным по картофелю. Это связано было с пандемией. И, соответственно, погода внесла свои коррективы. Но, надеюсь, мы площади под картофель в этом году увеличили. Надеемся, ситуацию выправим. Значит, по овощам и бахчевым у нас тоже эта позиция включена в прудбез с 2020 года. Самообеспеченность 87%. Это на 3% пункта ниже, чем нам нужно. Тоже соответствующие решения будем принимать для того, чтобы к 2024 году достичь этой планки, которая заложена в прудбезе. По фруктам и ягодам тоже отдельную работу ведем. Вы давали поручение. И мы разработали дорожную карту. В соответствии с ней двигаемся. И к ориентиру в 60% тоже придем. Низкий уровень сегодня. С одной на заплату помогать надо. Да. Мы все это делаем. Мы, соответственно, будем давать и льготные кредиты, и будем поддерживать агравиев на производство саженцев. И даже по садам посмотрим на предмет возможности. То есть, как по семенам саженцев, это отдельная тема должна быть. Да, будем активно этим занимать. Но это в рамках ФНТП мы тоже будем делать по саженцам. Ну и по семенам у нас тоже пока, к сожалению, не достигнут уровень. По той цифре, которую нам нужно достичь по доктрине продовольственной безопасности, ориентир установлен на уровне 75%. Мы пока на уровне 65%. Ну вот как раз закон о семеноводстве. Я очень надеюсь, поможет развитию отечественного рынка качественных семян. Далее, Владимир Владимирович, следующий слайд. Как раз аграрная наука. Здесь несколько слов о селекции генетики скажу. Вот с 2018 года в соответствии с вашим поручением началась реализация ФНТП до 2025 года. Задача, откровенно говоря, непростая. Вы проводили совещание с бизнесом. И бизнес также иногда несколько с недоверием смотрел на возможности программы. Но ситуация постепенно меняется. У нас есть определенные успехи в селекции. Утверждены две подпрограммы. И по картофелю, и по свекле. По сахарной свекле у нас появились свои семена. По этим культурам. Ну и подчеркну, что здесь вся работа, конечно же, ведется в диалоге с участниками рынка. Новые отечественные сорта и гибриды, они не просто не уступают продукции иностранной селекции. Наоборот, они более пригодны для наших зиме, для наших природно-климатических условий. В 2021 году завершится работа над подпрограммами по масличным культурам и по виноградовству. На стадии проработки программы по кукурузе, по овощным культурам и по садоводству. Как раз вот то, что вы сказали. Мы тогда ускорим эту работу и будем стараться, чтобы мы ее завершили в ближайшее же время. Для развития отечественной генетики в рамках ФНТП реализуется подпрограмма по созданию кросса мясных кур, утвержденная еще в прошлом году. Также в 2021 году завершится работа над подпрограммами по КРС мясных и молочных кур. Тоже эта тема важна, но, к сожалению, она не развита. Это сегодняшний день именно в должном уровне. Несколько слов про экспорт, с вашего позволения. Развитие экспортного потенциала, на наш взгляд, это крайне важно. Очень важно на внешних рынках не упустить уже завоеванную сильную позицию. Объем внешней твороговли в 2020 году вырос почти на 20% и составил 30,7 миллиарда долларов. И я отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Да, мы стали натоэкспортерами продовольствия. Это вообще впервые. Такого не было еще ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас. Не было никогда. Но при этом стабильное развитие и постоянная поддержка РПК со стороны государства позволяют нам планомерно уходить исключительно от зернового экспорта и усиливать другие направления с более высокой добавленной стоимостью. В 2020 году существенной прибавки удалось добиться по продукции с высокой добавленной стоимостью. Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 году появились объективные сложности в связи с пандемией. В частности, у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай. Но вот с учетом этого ведем сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР. Ну и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно. Значит, ну, в период пандемии у нас не прекращается работа по расширению доступа российской продукции за рубеж. В прошедшем году получено право поставок еще в 24 страны по 38 видам продукции. Помимо этого, тоже считаем, что важная работа – расширяем географию поставок для нишевой продукции. Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мед в 29. И таких примеров у нас каждым годом становится все больше. Несколько слов о поддержке экспорта АПК. Мы понимаем, что очень важен баланс государства и бизнеса. Также понимаем, что в определенный момент 2020 года отдельные виды поддержки экспорта оказались избыточными. Ну вот мы и скорректировали подходы, Владимир Владимирович. Но, тем не менее, в целях стабилизации ситуации на рынке с 1 января 2021 года приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку в целях экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, кричиха, бутилированное подсолнечное масло, ну и зерно. Ну вот вместе. Надо поддерживать экспорт с высокой добавлением. Да, мы будем это делать, будем переориентировать направление поддержки. Но, тем не менее, у экспортеров есть достаточно большой набор инструментов, который им позволяет не уходить с зарубежных рынков. У нас из нашего зерна муку где делают в основном? Владимир Владимирович, ну в Турцию везут, турки делают муку. А у нас производство муки чуть-чуть сократилось. Мы будем всё-таки с большей добавленной стороны пытаться, да. Владимир Владимирович, несколько слов можно о государственной поддержке отрасли. Ну, соответственно, мне сельхозу в прошлом году было выделено 312,8 миллиарда рублей. Освоение у нас составило 99,7%. Хотел бы отметить крайне важный синергетический эффект. Нашу отрасль государства вкладывает регулярно достаточно немалые средства. Ну, и в том числе в связи с этим АПК остаётся инвестиционно привлекательным. Объём инвестиций в АПК в 2020 году составил более 750 миллиардов рублей. Это почти на 27 миллиардов рублей больше 2019 года. В 2021 году ожидается, что объём инвестиций незначительный, но он увеличится. Ждём этого. Значит, несколько слов о ключевых механизмах господдержки. Ну, конечно, наиболее востребованным остаётся льготное кредитование. В 2020 году объём договоров составил более триллиона рублей. С текущего года также расширен перечень направлений использования льготных кредитных ресурсов. Ну, и здесь бы отметил тоже, что активно развивается сельхозстрахование с государственной поддержкой. В 2021 году на этот механизм предусмотрено 4,4 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем в 2020 году. В принципе, потихонечку наши сельхозтоваропроизводители, ну, скажем так, обретают финансовую страховую культуру, начинают и посевы страховать, и животных страховать. Это, конечно, важно, потому что раньше этого не было. Есть слайд по поддержке малых форм, я буквально два слова скажу. Значит, если в 2018 году доля средств, которые мы направляем на подделку малых форм, составила 15% от общего объёма господдержки агрария, то в 2020 году он предварительно оценивается уже в 20% всего объёма поддержки. Ну и при этом доля КФХ составляет 14,3% в общей доле произведённой продукции АПК. И, конечно, сейчас для малых форм важным остаётся вопрос сбыта их продукции. Вот правительство поддержало создание дополнительных возможностей для реализации фермерами собственной продукции. Конечно, стимулом для развития торговли сельхозпродукции станет господдержка на приобретение мобильных торговых объектов и транспорта для организации выездной торговли, которая вот теперь стала доступна фермерам-кооперативам, начиная с 2021 года. Чтобы кредиты были доступны, да, столько бюрократичных недоборотов. Конечно, вот с учётом того, что мы сделали таким образом, выстроили работу, что они теперь обращаются в банк, и им не надо собирать документы для того, чтобы получить этот субсидированный кредит, им стало проще. И сейчас мы, конечно, цифровизовывать будем всё, и у нас там большой объём можно будет вообще онлайн получать. Несколько слов по программе КРСТ скажу. Там на слайде видно, что мы сделали. Там большое количество людей могут реально руками почувствовать, что такое КРСТ, и что они приобретают совершенно другой уровень жизни. Развитие территорий. Да, да, да. Это комплексная программа развития территорий. И я буквально тоже скажу, что в целом программа находит очень позитивный отклик со стороны регионов. И мы видим, что граждане в малых населённых пунктах, по сути дела, в деревнях и сёлах, получают современные комфортные объекты социальной инженерной инфраструктуры. Владимир Владимирович, ну и, конечно, вам огромное спасибо за возможность вот такого комплексного подхода к реализации инфраструктурных социальных проектов на сельских территориях. Это прям важно. И уже 6 миллионов человек, они прям почувствовали на себе, что такое это госпрограмма.